привет Так, подождите, я еще макияж не навела, в общем, чего я, собственно, взошла, боже, ну что вот это вот за чубчик у меня растет, посмотрите, ну что вот это такое, ну это такое, чубчик Hello, how are you? I miss Maldives, you remember? One blog, I like his blog, he usually do very interesting clothes, like famous liberties, I met him in Maldives А, боже, зачем я вам на, о господи, на английском это рассказываю, я говорю, что блогер зашел, очень крутой, он делает одежду, как у селебрити, и его Ким постила, вот, и мы с ним познакомились на Мальдивах Прекрасно Что только не лежит у меня тут, так, поехали, начинаем, значит, я решила, что вот этот макияж трешовый, который делают здесь, ну может быть делают хорошо, но мне не повезло, и мне делали плохо Я сейчас буду Ой Диана Смэмэйк, все, фирму не буду показывать, правильно? Зачем это? Бесплатная реклама, ни к чему Вот Значит, у меня сегодня очень важный день Потому что Потому что Потому что сегодня еду в МВД Местное Чтобы моему ребенку тоже дали резидентство Чтобы могли тут оставаться, не улетать Но во время чемпанта мира никого не будут пускать, только тех, у кого есть билет Или же тех, кто резидент Нет, ринопластику я не хочу взять Кстати, похоже, здесь модно Ринопластика Потому что у всех такие маленькие носы Что удивительно А Рита, возвращайся на стрельбу Я очень скучаю Я прям Вот до мандража Я так хочу стрелять Просто Ну, я думаю, кто стреляет, тот меня поймет Но, увы И, ах, тут нет такого стрельбища Тут только стендовая стрельба Так вот Где я сейчас? В Катаре В Катаре, правильно говорить В Катаре Катар-дох Катар, а это население У них 3 миллиона Это как половина моих подписчиков Но это самая богатая в мире страна Если не ошибаюсь Если все правильно говорю Они очень конкурируют с Дубаем Сейчас, ну, хотят конкурировать Или же нет Могу ошибаться Но они все делают так же Тоже сейчас продвигают Покупать недвижимость Здесь Вкладывают денежки Песни, мои хорошие песни На стопе у меня Потому что я теперь бизнес-вумен Бизнес-вумен Песня я все-таки подумала Что не так серьезно Не так Денежки приносит Как бизнес Ну, это хобби мое было всегда И я всегда не очень представляла Как я буду ездить по кастролям Но все же Да, там два Дружу с Юлей Теперь я никого Так В общем, я решила сама Сделать мейкап Если у меня самой не получится У меня сегодня еще Две встречи Помимо МВД Я надеюсь, что у меня Хорошо получится Так Значит, что за бизнес У нас IT-компания IT и маркетинг Коммуникационные агентства Это полный цикл Услуг Но самое главное Что здесь всех удивляет Это в Москве всех удивляло Это AR 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 технологии Такие технологии Когда ты видишь QR-код Ты наводишь на QR-код И что? И там вырастает AR активация Это AR активация После своей активации Переводит тебя на сайт И после этого После этого Что самое главное Мы получаем Некий лид На людей И Можем на них Сделать Ретаргет То есть Получаем целевую аудиторию Спасибо большое Нет, Сэмонг У меня не пытался вернуться Он хотел меня тренировать Быть моим Тренером Предлагал Занятие По бартеру Доброе утро И говорил, что я молодец Что я там Что-то выросла Ля-ля-ля-ля Не помню подробности Вот Так Первый раз вижу Как растушевывают глаз Ну Все бывает впервые Классное Спасибо Ой, вчера, слушайте Встретил этого певца Там все просто А-ха-ха-ха-ха-ха Вот так делали Как у нас на Дане Милохиной Или же На кого-нибудь другого Вот И Я такая Ну говорю Давай, чувак С тобой сфоткаемся Раз все это писаться От тебя Он говорит Давай Я говорю У меня тоже Полтора миллиона подписчиков Его менеджер заинтересовался А вы тоже певица Я говорю Да И Мы сфоткаемся Расскажу вам фишечку Именно в Моллах Мы заводим Очень много знакомств Именно по бизнесу Именно В Молле Представляете Все там Все покупают Все продают Так Сейчас будут бровки Я добавила розовых Румянчиков Розовых Румянчиков Добавила Что там Как у вас дела Как обстановка Рассказывайте Какой певец Его зовут Не помню А посмотрите У меня в сториз Как его зовут Познакомилась Таки познакомилась Вам надо спеть с ним дуэтом У него 196 6 миллионов Просмотров Я сегодня Только зашла Посмотрела Думаю Чушь он там поет Вот И он Кажется Уже в мире Известен И вот У него 196 миллионов Просмотров На клипе Вот так Лицо Я не колола Я делала Короче Такую штучку Она как током Бьет Не помню Как она называется Вот И через 3 месяца Только видно результат И как бы ты А твое лицо Выглядит свежее После этого Ну что только не проводили Там какие манипуляции Знаете ли С моими Этими А нет Я делала укол В подбородок Забыла С моими Этими Не проводили С лицом После родов Это Вот эта сказка Знаешь Стала выглядеть Лучше После Конечно Я столько Вбухала Еще После этого В себя Ну именно В лицо В шею Потому что Ты просто Становишься Гусениц После родов Как вам новая тема Моего блога Ну Живая Но не вся Активная Все живые Но не все активные Как вам история Моя Которую я начала Рассказывать Как загадывать Желание Как двигаться К своим целям Как найти Богатого мужа Как вам Нравится Я просто начала Об этом писать Я решила Почему бы не поделиться Это все Почему меня ненавидят Все Ну Многие Не все Понятно Многие ненавидят меня Из-за этого Я решила Надо поделиться Но почему-то Вместо того Чтобы принимать информацию Все еще больше злятся Наверное Потому что думают Что У них не получится Привет Так Я не против Теория на пластике Но мне она совершенно Не нужна Потому что Я не хочу ходить Как инкубатор Вот этот Всех ходят Просто под одну Вот эту вот Линеечку У всех носик Вот этот вот Пекинесик Такой маленький Мне это не нравится Ну точнее Не то чтобы Нет Если бы это была Красивая женщина От природы Да Одна-две Ну вот Красиво Класс Вообще Вау Но Зачем быть Как все Лучше быть страшной Как я Чем быть ко всем Вот Что я вам хочу сказать Потому что Мужчина Боится Выбирать Думает хрена узнать Что там родится Потом Вот Нос длинный У меня мужчина Спрашивает Что с носом Длинный Вот Пол ребенка Я пока не говорю Спасибо Вас тоже Люблю Так Чуть-чуть Румяшек добавим Освежим Освежим Личиком Вот Красотка Будешь Спасибо Это думала Я уже Красотка Нормальный нос Вот Все понятно Вот Я поэтому Еще делала Подбородок Чтобы Нос Сравнялся С подбородком Так Вы Везучая Счастливая Целеустремленная Молодец Спасибо Еще я работоспособная Я работаю Столько О Кубы накачать Надо срочно Мне нравятся Наши мужчины Вот эти Бум-бум Нет Мужчины Мне кажется Я не знаю Точно Но поскольку Эти женщины Свободные Вот это Качать Себе Вот это Вот Вот это Вот Фу-фу Фу-фу Фу Не дай бог Они Значит Ну Привлекают Мужчин Таким образом Но Вопрос Надолго ли Вот Потом-то И делал Не Ну Одинаковые Люди Не будут К счастью Потому что Все-таки Рождаются Дети По генам Послышали Да Эту историку Это Когда Женщина Родила Детей Где-то В Китае И там Родились Такие Немножко Другие Люди А он Говорит Ты мне Нагуляла А она Говорит Я не нагуляла Я операцию Сделала Он такой В смысле Операция Он не знал Так Ну что Вы Внучка Пугачевой Такого Варианта Мне еще Не говорили Сюда Говорили Что я Похожа На крест Ой На крести Ноги Леру Тоже Господи На арбакайты Вот На арбакайты Ну и на гелеру Чего-то Мне не переписывают Губы мне нельзя У меня длинный нос Если я накачаю губы У меня будет нос Губа Вот так И это будет Красота Кстати я такое видела Изящество Это просто ужас Что вот в голове Было Той женщина Которая Сделал Я Да Натюрель Практически Полностью К счастью Я сняла Эти ресницы Мне Настя Сколько Говорила Моя Продюсер Никак Вот Настя Красиво Кстати С бабами У нее Такие черты Лица Маленький Нос Большие Глаза Вот Снимите Эти ресницы Я говорю Что я буду Страшна Она Говорит Ты так Страшна Я сняла И я стала На 10 лет Моложе Про похудение Никак В связи С последними Новостями Новостей Очень много Я уже Дала интервью В журналы Про похудение Я поэтому Не могу Сейчас рассказывать И это будет Эксклюзивно Там Но скоро Выйдет Какой карандаш Кико Красивая Блонинка Стэнкю Так Сегодня у меня будет Легкий макияж У меня сегодня Я сегодня Выглядеть буду Скромно Посмотрите Какая полоска У меня Выросла Ужасная Мне кажется Нас заколоть Еем Вот У меня Скололи Лисо Вот Надо У меня Длинный Нос Конечно Посмотрите Вон он Видите Не вмещается В экран Так Вы мне Ответили Про новые Посты Нравится Ли вам Их Читать Нравится Ли вам Узнавать Что-то Новое Кстати Это Тушь Она Есть Если бы Я колола Ее бы Не Было Короче Кико Мне нравится Тушь Говорю Не буду Рекламировать Пожалуйста Ну ладно Уж Ладно Уж Может вам Это будет Полезно Не Классная Тушь Кико Вообще Удлиняет Такие Реснички Коротенькие Как у меня Очень интересно Про катор Твои посты Я про катор Посты Не писала Вроде Ну спасибо Но они будут Кстати Я готовлю Новый контент Чтобы вы поняли Чем конкретно Занимается Наша Компания Она Также Работает И в России Конечно же Ой Ребенок Мой С мамой И с няней Они гуляют У бассейна Люблю посты Лучше стоять Но я пост Репостну В сторис Нет Ну там интересно Там Все истории Из моей жизни Сейчас пойдут Слушайте Кто-то разбирается В тик токе У меня Не грузит Я в прошлый раз Прилетала Загрузила Спокойно Видео Потому что Здесь же Нет ограничений А сегодня А сейчас Не грузит Я пробовала Слушайте Тут известен Snapchat Знали? Губы у меня Свои Я только что Рассказывала Что мне нельзя Колоть губы Иначе Они Подопрут Мой длинный нос Так вот Тут очень популярен Snapchat К чему я это говорила? Блин Забыла Потом расскажу Вам Кстати Интересную историю Про Snapchat Да У меня Виниры Слушайте Я накрасилась Значит Что-то не особо Хорошо Так Сейчас добавлю Немножечко Темных теней Нет Я не меняла Место Что надо? VPN Нужен Знаете Для чего? Видео Кол нельзя Сделать Ватсапе Без VPN Ну Не всегда Получается То, что Хотелось Что могу Сказать Я ребенка Не показываю У меня Блог Про другое Не про материнство Точно Говорю Сделаю Сейчас Скромный Мейк Но Не Я сейчас Растушую Так Не будет Сегодня Важный День И нужно Разобраться С документами Для ребенка Что-то По-моему Косо Накрасила Ну Чушь Там Ну Косая Может Я подумаю Интересно Смотреть Повседневную Жизнь Соглашусь Спасибо Мне Моя Анастасия Тоже Говорит Повседневную Жизнь Интересно Ты Смотришь Как бы Подсматриваешь За чужой Жизнью За Занавесью Что Там Как Зубы Под Вене Ну Ну Вроде Хорошо Не болят Живут Жую Вот Ну Я Ну Как бы Я попробую Я думаю Что Надеюсь Что Наш папа С годика Разрешит Показывать Ребенка Очень Надеюсь Что Ребенок Конечно У меня Учить 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 Солнечко Солнечное Всегда Улыбается Я думаю Что Все Будут Любить Смотреть Такие Видосики Что Я Нос Сильно Намазала Макияж По Моему Себе Ладно Я сейчас Растушую Остановись Макияж Да Уж Похоже Пора Остановиться Ну Ничего Сейчас Смарям Будут Меня ругать Скажи Ты Чего Ты Намалевала Блин Позорщик Ну Извините Только Учить Да Нет Это Так Кажется Сейчас Далека Будет Нормально Так Нижние Реснички Нижних Ресничек У меня Другая Тушь Где Она Где Она Где Она Где Она Так Не вижу Нет Она В ванной Лежит Самое Сложное Самое Какой Папа А Папа Ребенка Нет Не публичная Личность Далеко Даже Не смотрит Мои сторис Не сидит В инсте Представляете Такого Человека Но Он Следил За мной В тикток Вот Но Тикток С некоторых Пор Перестал Работать Вот У меня Сейчас Будет Инстал Уходить Больше Бизнес Бизнес Ну Это Не Значит Что Я Перестану Про Себа Рассказывать Про Свои Шоппинг Которые Все Терпеть Не Могут Ну Вот Видите А всем Интересно Просто Про Мужа И Поэтому Да Старше Намного И Поэтому Я бы Не я А я Уже Начала Рассказывать О том Как Найти Себе Такого Почему То Люди Злятся Я не Пойму Что Хотите Ну Я думаю Что Я Никогда Не Смогу Угодить Всем Я не думаю Это точно Но Внизу Отеки А я уже думала Отрезки Видите Какие Так Я Не думала Точнее Я думала Не вра Я вообще Пришла Это странно Было В клинику И мне врач Говорит А зачем тебе Грудь Тебе надо Блефаропластику Я говорю Спасибо Вот Ну я считаю Что Любая пластическая Операция Она добавляет Возраст И это Мои личные Наблюдения За этими Женщинами Которые Вот такие Вот Вот Сразу Плюс Плюс Двадцать Вот А я И так Выгляжу Старше Во-первых Наш папа За границей Во-вторых Мы скоро Переезжаем На квартиру И папа Приедет Просто Еще пока Не успели И папа Приболел У нас Приболел Папочка Наша Папочка Выздоравливай Ну вот Я пишу Мне кажется Это вам будет В любом случае Интересно Потому что Я как никто Перезагчил Наши коучи Все и все остальное Они вообще Что-то Загадывали У них сбывалось Или не сбывалось Потому что У меня То, что я Загадываю То Всегда Сбывается Смотришь Там два Или нет Нет Я его Никогда Не смотрела И Не смотрю Нет Папа Я никогда Не покажу Нашего ребенка Да Мне 26 Целых 26 лет Так, сейчас накрашу Нижние реснички И бомба Где она Где она А, вон Нашла туш Я не покажу Мужа Потому что Во-первых У меня его нет Смешно У меня есть Молодой человек Мой мужчина Мой бойфренд Потому что Будут все Вот это вот Ну знаете Есть у женщин Некоторые Мужья Которые С себя Ничего не представляют Но прославились За счет Женщин И потом Бабы на них Лепятся Вот А мне Это зачем Не, я конечно Понимаю Что если он Там уйдет На первой Так первой встречной То это странно Но Все равно Зачем Вот эти вот Провокации Да Зачем кому-то Помогать Личные Своими руками Стать популярнее Если я это сделала Своими силами Еще не до конца Волосы отросли Да Спасибо Ну знаете Сколько я над этим работала Я же Лечила волосы Ходила в париках Полгода Отращивала В Осетии Не была Пироги Остинские Люблю Такое ощущение Что это игрушка Официально Я не замужем Сложно жить Публично Я приехала Первый раз Катар Думаю Пойду Сейчас Напьюсь Натанцуюсь Ага Только зашла в клуб Меня сразу же узнали Сразу же девушки на баре Начали меня искать Нашли в институт Начали спрашивать Моему коллегу Я это или нет Вот собственно И сходила Чтоб никто не узнал Мой мужчина русский Я лечила волосы В салоне Но есть целый эфир На пятнице Я о нем писала Там я рассказывала Чем можно дома Лечить волосы Чтобы попасть на Дом 2 Расскажу вам Большой секрет И его смотреть не нужно Если я говорю Что я его не смотрела Значит я его не смотрела Мне написала Кастинг менеджер И сказала Запиши видео Я записала видео Он говорит Устроен на проект И я думала Боже И я посмотрела Где-то 2-3 серии Чтобы хоть понять Имена людей Которые там существуют И вообще Что там происходит Я вообще не знала Я была уверена Что там четко Все по сценарию Тебе дают текст Ты должна его Каким-то образом Читать Выучить Оказалось Там сработать Иначе Там и работают Психологи Которые тебя направляют Которые тебе подсказывают Якобы А на самом деле Подсказывают Как выгодно им Для шоу В общем Ну не все Есть и Человечные Психологи Итак Пора переходить К финишу Сколько времени А у меня еще есть Целый час У меня еще есть Целый час Потом за мной заедут И мы поедем В МВД Так Я хочу сказать Что снэпчат Тут используют Для Знаете Для чего Для знакомств Если вы хотите Себе мужа Араба Стать Значит Одной из тех Женщин В гареме Вдруг Вдруг такие есть Почему бы нет То вам нужен Снэпчат Ну еще нужно Находиться здесь Если вам интересно Я расскажу подробно Да что ж такое Где чинка Я ничего не могу найти Если вам интересно Я могу рассказать подробно Как это работает Мед А МВД Не знаю Как это называется Правильно Привет Ты только пришел Не А Юля Я видела У него сторис Что он давно Выбирал крестную Я не планирую Вообще В Россию Ехать пока что Но это интересно Про снэпчат Как они знакомятся Потому что тут же Нельзя знакомиться Якобы это Ну нельзя Поэтому я Напишу в этом пост Это интересно Так Да там знакомиться Быстро себя Популяризировать В принципе А в людном месте Ты отправляешь Свой снэпчат И они тебя Половят Марго Тапки Какие тапки Мои хорошие Если которых я хожу Шлепки То это Ботэг Гаверна Какие тапки Не знаю По ребенка На уличке Я надеюсь Что ребенка покажу В следующем году Как меня называют Близки Мама С папой Называют меня Рита Сестра Вообще Вот все Кто в Макеевке Называли меня Рита Всегда Да Няньку нашли К счастью Мама Она есть Но она Ей сложно Во-первых У меня очень Ребенок тяжелый Она только Присматривает За нянями Во-вторых Она скоро уедет К папе Домой Да Три застежки Ботэг Гаверна Кстати Маме Они очень Понравились Я думаю Что мы Их возьмем Вчера Ванную сумочку Купили Мама Довольна Я рада Мама Довольна Сестре Лет Сколько лет Ух Ну это Посчитать Надо посчитать 26 плюс 7,5 Посчитайте Это будет Сколько Сестре Лет Не знаю Ты Красотка Спасибо А вообще Меня называют Маргарита Любимый Меня называют Маргарита Вот Называют Меня Еще Теперь Мой коллега Тоже Называет Теперь Меня Маргарита А вообще Либо Рита Либо Марго Либо Еще Все Смеются Мархарута Мне называют Потому что У меня В паспорте По-английски Мархарута Ну-ка Если Посередине Сделать У меня Реально Так Волосы Отросли Хорошо Красиво Мы живем Уже Не в Украине Точнее Мои родители А в Макеевке Мой молодой человек Мой молодой человек Обеспечил Уже Меня На всю жизнь И я могу Жить до пенсии И не работать Вот как Он мне Помогает Маргарет Это я Придумала В инстаграм А в паспорте Написали Не Маргарита А Мархарута Это мои волосы Можем вам показать Потом я жила В Киеве В Одессе Вообще-то Нужно говорить Почему говорят В Одессе Потом переехала В Москву Этот макияж Я вам открою секрет Это не макияж Сделала Навершая века Оно у меня Такое и есть Всю жизнь Я на вопросы О политике Не отвечаю Я просто говорю Где я живу И где я жила А вот Любила ли я Любила ли я Может я вообще Не умею любить На самом-то деле Кто его знает Но мне хочется Чтобы я любила Не хочется Я люблю своего мужчину Но я не очень уверена Вообще Что такое любовь Потому что любовь Мне кажется Это прям На века На года На многие До старости А до старости Я еще не дожила Поэтому доживу До старости Посмотрим Мы познакомились На Кипре Да Пусть будет миллионер Или миллиардер У меня не будет концертов Мои хорошие Не та ситуация Чтобы веселиться Давать концерт Не веселиться Можно кому-то Но не для концертов Детских травм У меня никаких нет Единственное Что я работала С психологом Мне было грустно Над тем Что мама Мне оставляла В детстве Бабушки Но понятно Для чего Она зарабатывала Деньги Чтобы Вырастить меня И естественно Больше Никаких таких Травм К счастью Нет У меня день рождения 21 марта Так Ну что Еще пять Минуточек Побудем с вами Он у меня Взрослый Мог бы быть Моим папой Но нет Что за глупость Как я могу Называть Нашу Семью Семью Если бы У него Была Другая Семья Зараз Я в катере Матом Ну конечно Ругаюсь Могу Вот Иногда Что-нибудь Сказать Я курю Кальян Только Иногда Папик Да можете Назвать его Как угодно Он не обидится На то Что он не смотрит А я Его люблю Все таки Он отец Моего ребенка И он Прекрасен Что всегда Мною двигало Опускались ли руки Руки У меня Не опускались Никогда Даже в каких-то Ужасных Ситуациях Казалось бы Безвыходных На самом деле Находиться В Москве С тысячу Рублями На карте Это Unreal Ты можешь Прожить Так Наверное День И я была В такой Ситуации И я При этом Мечтала О каких-то Действительно Сумасшедших Мечтах У меня Были Сумасшедшие Желания И Что Я не Сбылись Потому что У меня никогда Не было Никаких блоков Преград И вот Этой Всякой Мути От которой Вас Учит Избавиться На курсах Сколько Родителям Лет Ну Это Уж Извините Сложный Вопрос Я никогда Не знаю Сколько Кому Лет Я вообще Не знаю Обычно Как Кого Зовут Но Это Вообще Просто Лучшая История У меня Есть На этот Счет Как Я путала Вообще Известнейших Людей Я Говорю Ты Что Ну Я Тебе Медведи Дарила Он Говорю Какого Медведя Я Хотела Сказать Моим родителям Мама Меня Родила В 31 Как Относишь Я С Гузова Мне Ее Жалко Если Честно Правда Жалко Она Очень Талантливая Очень Работоспособная Она У Арти Это Сложный Вопрос Пусть Сам Ответит Значит Гузова Очень Работоспособная Она Очень Трудявая Такая Ой Как Старается На концерт Говорят Никто Не Пришел А Я Не Знаю Почему Никто Не Пришел Он Так Старается Рот Открывает Пусть Под Фонограмму Даже Если Ну Она Крутая Мне Нравится Я Люблю Общие Песни Я Часто Слушаю Ее Песни Но Мне Ее Жалко У Нее Непроработанные Моменты Ей Нужно Прям Психологу Ну Может Это Конечно Я Такая Наивная А На самом Деле Она Просто Пиарится За Этот Час Но На самом Деле Мне Ее Жалко Если Она Правду Говорит Что Она Плачет По Тарасову По Дави Это Очень Смешно И Если Это Правда То Мне Ее Жалко Вот Ей Нужно Это Проработать Вот Я Думаю Она Тоже Мечтала Найти Мужчину Который Мог Стать ей Опорой Что Она Знала Что Я Могу Нерно Понятно Она Не Перестала Работать Но Она Знала Что Я Могу Завтра Сесть Дома На Попе Ровной И Работать И Мне Будет Мужчина Обеспечивает Давать Все Что Я Хочу Любые Шмотки Бренды Квартиры Машины Путешествия Но У нее Нет Этого А Я Думаю Что Многие Популярные Личности Для Них Это Казалось Бы Это Вот Так Да Пальцем Щелкнут Но Нет Оказывается Не Всем Это Дано Каждому Своё И Поэтому Я Решила Рассказать Как Это Делать Как Найти Мужчину Своей Мечты Да Я Об этом Слышала После Анны Калашников Это Супер История Так Ой Я В последнее Время Не слежу За Шоу Бизом России Уже Я Правда От всех Отписалась И Не знаю Что там У вас Кто Куда Пропал Я Здесь Не Пропадаю Я С Вами Но Я Уже Не В России И Не Поем Димка Классный Пацан У Мне Не Получилось С Ним Дружить В связи С Тем Что Его Жена Готова Была Мне Кажется Задушить Меня Просто Потому Что Неприятная Ситуация Создалась Не Она Виновата И Никто В Этому Не Виноват Но То Что Я Была В Положении Начали Приписывать Ему Измену И Тара Та Тара Та Глупость Конечно Полнейшая Но Как бы Они Посчитали Что Это Имеет Место Быть И Естественно Ей Это Было Неприятно Слушать И Ей Хотелось Чтобы Я Куда То Испарилась И И Счезла И Чтобы Все Обо Мне Забыли Но Все Писали Обо Мне И Нем И Это Было Неприятно Но Тем Не Менее Мы Об Этому Заранее Говорили Об Этому Клипе Она Прекрасно Знала На Что Он Идет Прекрасно Знала У кого Он Будет Сниматься В Клипе Почему Вот Так Все Было Не Знаю Димка Хочу Сказать Он Такой Смешной Добрый Трушный Как Говорится Что На Уме То На Языке Он Рассказывает Вот Все Ну Как Все Не Всем А Вот Таком Узком Кругу Еще Забавный Пацан Он Такие Шутки Шутил И Кстати Да Мне Это Не Дошло Ну У У Шутки Долго Доходят И Я На Сущий День Такая Думаю Что Он Имел В Думаю Хорошо Что Я Сразу Не Поняла Вот Вот Так Мне Все Спрашивают Да В Катаре Я Живу В Катаре Так Много Ему Заплатили Конечно Миллионы Долларов Я Живи Леонерш Так Кто С моим Попугаем С моим Попугаем Наша Горничная Она Она Убирает Квартиру И Выпускает Моего Горюшеньку Горюшку Полетать Мое Солнышко Я Так Скучаю За Своими Животными Ваш Сейчас Аж Настроение Испортилось Когда Вы Спросили По Животным Я Очень Горюю Потому Что Мы В Ответе За Того Кого Приручили Но Но Я Надеюсь Что Когда Нибудь Я Их Заберу Что Будет С Мужчиной Ой С Мужчиной Что Будет С Мужчином Если Он Что Ладно Если Что То С Нем Не Дай Бог Произойдет У Меня Я Говорю Он Меня Уже Обеспечил Вот Я Могу Выходить На Пенсию Моя Хорошая Конечно Я люблю В центре Внимания Сижу В прямом Эфире На 500 Человек Практически Ты 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 Любишь Прятаться Конечно Люблю Прятаться Поэтому С Вами Сижу Тут Я Губы Не Делала Почему Я Пьяная Очень Интересно Как Быть Рано Пьяной И Рабочий День Да Я Улетела Пока Без Без Дат Когда Я Вернусь Во-первых С женатыми Не надо Быть Девочки Грех Огромный Что За Бред Во-первых Во-первых Я Намекают На Мого Мужчину Вам Какая Разница Женат Он Или Нет Это Мой Мужчина Это Моя Семья Дело В Другом А Может Мужчинам Не Стоит Ходить Налево Почему Женщины Вообще Женщины У нас Умеют Любить Они Влюбляются Им На Уши Лапши Навешают С Три Короба Я На Тебе Женюсь Через 5 Через 10 Лет А Они Все На Ушах У них Висит Но С Другой С Некоторые Это Делают Специально Им Так Выгодно Их Обеспечивают Если Их Обеспечивают То Хорошо Но Не Хочет Наработать Прекрасно У нее Есть Какой Лошарик Который Ходит И Просто Она Его Использует Без Всякой Любви Так Это Он К ней Ходит А не Она К нему Домой К Жене Поэтому Что За Бред Какой Грех Вообще Ой Господи Кто Это Вообще Придумал Эти Грехи Это Все Люди Придумали Моя Хорошая Так Что Мы Сможем Все Своё Придумать Приезжаю Грузию Ко мне Конечно Уже Еду Что За Глупости Может Быть Опять Шутка Была Где Должна Смеяться А Я Вещь Шутки Не Понимала Так Мне Кажется Мы Заболтались С Вами Я Уже На Все Ответ Начали Мои Зрители Расходиться Я провожу С ребенком Достаточно Времени Уж Поверьте Мне Да Уехала Я Надолго Юлиных Деток Не Видела Никому Их Не Показывают Качергина Моя 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 Лучшая Подруга С детства Вот Землячка Моя Молодец Спасибо Здравствуйте Ты 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 С Таней Не Общаюсь Ляйку Надеюсь В Следующем Году Ой Простите Что-то Я забыла Рот Закрыть Спала С каждым Встречным Такие Интересные Вообще Тут Дом Два Смотрели Что-то Я Не Помню Что-то Я Не Помню Где Мужчина Был Каждый День Новый Что-то Пропустила Сладкого Ем Очень Много Спортом Я Занимаюсь Спортом Занимаюсь Сладкое Ем Таллин Привет Про Политические Темы О политических Темах Я Не Говорю Что Я Политична Что За Браслетик Это Мне Кстати Любимый Подарил Это Шапар Первый Раз Когда Он Приехал Ко Мне В Москву Подарил У Есть Такая Подвеска Есть Шапар Ну Ладно Все Я Уже Прощалась Буду Выходить Вот Все Зрители Расходятся Все Хлеба И зрелищ Подавайте Я Уже Все Закончила Всем Пока Субтитры